ну как как сейчас как видно меня фейсбуке интересно так ну как прямой эфир идет или нет сейчас узнаем если кто может не идет максим перенчук смотрит говорит что идет да все отлично идет а вот если кто-то может посмотреть в инстаграме в айкра идет эфир или не идет так хорошо будем надеяться что идет так яков шатанин смотрит все шалом из одессы все но если идет одновременно из инстаграма будет отлично ходы штоф все и так мы продолжаем изучать благодарность и сегодня у нас восемьдесят пятый урок восемьдесят пятый урок значит говорит нам раб шалом аруж следующая главность называется на что жалуешься на что жалуетесь это сегодня утром я после молитвы зашел в магазин там кое-что купить и мне продавщица говорит эхо там ордиш как ты себя чувствуешь я говорю чего спрашиваете да а я действительно как-то себя сегодня плохо спал и все такое думаю что неужели так по мне видно что плохо себя чувствую я говорю чего спрашиваете она говорит да нет я всех спрашиваю как это мордишь но я ладно тогда успокоился думаю можете действительно как-то очень плохо выгляжу что она меня спрашивает как я себя чувствую и тут у нас сегодня глава на что жалуешься и значит он нам говорит такую вещь что в торе когда народ израиля вышел из египта то всевышний их кормит начал маном ман это была специальная такая пища духовная пища то есть есть духовный мир который не материальный есть материальный мир который не духовный и между этими двумя мирами находится человек у которого душа находится в духовном мире а тело в материальном ангелы находятся только в духовном но только иногда по особому какому-то влиянию всевышнего они могут переходить материальный мир есть еще такие создания называются не демоны Шедим. Шед это как на иврите, а на русском их называют демоны. Они тоже находятся и в духовном, и в материальном мире. Но это силы, они относятся к силам зла. И когда они вышли из Едипта, то Всевышний из духовного мира дал им специальная пища, которая называется ман. Она обладала свойствами духовными и материальными. Какими она обладала свойствами духовными? Она усваивалась полностью без остатка. Когда кушали, это были как зерна, похожие на жемчужинки маленькие. Она усваивалась без остатка. Не было от нее никаких отходов, как есть от любой еды. Есть отходы, да? И что у нее было еще духовного? Что то, о чем человек в этот момент думал, она превращалась во рту в этот вкус. Такая была пища космонавта. Но народ Израиля, он как раз при выходе из Едипта, он 10 раз, а написано в Пертьевод, что они восставали против Всевышнего. Сразу же 10 раз. Это был один из этих разов, когда они начали жаловаться и говорить. Говорят, вот душа наша высохла, нет ничего, только ман перед глазами нашими. И в следующем стихе написано, ман же был похож на семя кориандровое, а вид его, как вид хрусталя. И это были слова Всевышнего. То есть, Всевышний, он говорит, как же так? Я же вам дал этот ман. Ну, то есть, что же вы жалуетесь? И, значит, тот, кто сказал это, не сказал то. Сыны Израиля говорят, только ман перед глазами нашими, а Святой Благословен Он, пишет в Торе, ман был похож на семя кориандровое. То есть, он хотел сказать, посмотрите, как он прекрасен. Что вы жалуетесь? Посмотрите, как он прекрасен. И, значит, есть такое объяснение, что что это Бог имел в виду? Смотрите, на что жалуются мои сыны. На пищу ангелов, на ман, который выпадает каждую ночь, изменяет свой вкус в соответствии с желаниями человека, усваиваясь человеческим телом без остатка. Они жалуются, что у них нет мяса, скучают по чесноку и огурцам. По чесноку и огурцам скучают. И в этой книге, которую он приводит, Рав Шалумаруш, написано, что каждый раз, когда человек на что-то жалуется, вот точно так же на небесах исходит голос и возглашает, смотрите, на что он жалуется. Например, муж приходит домой, там все вверх дном, дети разбросали игрушки, и он начинает кричать на жену, ссориться с ней, почему она не следит за детьми, не воспитывает их. Тогда с небес исходит голос, возглашая, смотрите, все живущие, о чем этот человек жалуется и ноет. В то время, как многие люди с замиранием сердца ждут, когда у них появится ребенок, и они согласны, пускай дети не только сделают в доме беспорядок, но и вообще его разрушат. Пусть хоть стены разломают, кому их оставлять? Лишь бы у них был хоть один ребенок. А этот, о чем он плачет, на что он вообще жалуется? Там или другая девочка приходит, дочь из школы, еда есть, салат, свежий хлеб, вода, напитки разные, а вот консервированного тунца нет. И она начинает жаловаться. Как? Сегодня нет тунца. И в тот же миг исходит голос с небес и говорит, как вообще, смотрите, на что она жалуется. Есть люди, которые траву были бы счастливы поесть, нет, им приходится жевать траву. Есть, которые люди во время голода кусти от себя отрезали, чтобы хоть протянуть еще день, что может случиться чудо и появится какая-то еда. А она на что жалуется? Тунца у нее нет. Бывает, что... Ну и так далее. Он еще приводит несколько мелочей, на которые люди обычно жалуются, делают из этого проблему. И он говорит такую вещь, такую вещь он говорит, что каждый раз, когда человек о чем-то жалуется, он должен понимать, что... вспомнить, понимать, что есть люди, которые бы мечтали бы оказаться в его сейчас ситуации. И когда он на эту ситуацию жалуется, когда есть люди, которые мечтали бы оказаться в этой ситуации, его, то на небе он вызывает на себя гнев. Так он пишет, Рав Шаламаруш. И он говорит, вот ко мне люди приходят, когда жалуются, я им всегда говорю, вы себе вредите. Это говорит Рав Шаламаруш. Я им говорю, что вы себе перекрываете вообще все на небе, молитву и так далее. Он говорит... Нужно понять, что человек унылый, человек жалующийся, он восстает против Бога. Как же ты приходишь, например, ты приходишь к человеку, да, и начинаешь на него наезжать. Вот как в отношениях между... в семье, например, да. Жена там на мужа наезжает, муж на жену, родители на детей, дети на родителей. То есть ситуация, когда ты наездом и обвинениями пытаешься что-то получить, то ты получаешь то же самое, что ты даешь. Так же со Всевышним. Ты начинаешь жаловаться на Всевышнего. Ты мне не дадал, мне не дали, мне плохо, мне плохо. Он говорит, что ты на меня жалуешься? Я тебе давал всегда все, что ты за хорошего, ты не помнишь. Ты только вот сейчас мне жалуешься. Тогда давай-ка я тоже на тебя посмотрю внимательнее. То есть человек вызывает та мера, которую человек меряет, меряет ему. И говорит Рав Шаломаруш, он говорит, что единственный способ изменить свою ситуацию, это когда тебе плохо, посмотреть на всю ситуацию позитивно, сказать Всевышнему спасибо большое, прав ты во всем, что со мной случилось, ты праведен. Все блага, которые ты мне посылал, до сих пор были милостью твоей. Спасибо, я, может, и не благодарил за это, но сейчас я благодарю за все, за все, за все. Конечно, спасибо тебе огромное. Теперь, после такого вступления, может он и попросить после этого, Владыка мира, спасибо тебе, но все же прошу тебя, смилуйся надо мной. Вот если в человеческий формат это перевести, например, муж с женой ругается, он ей говорит, ну или она ему, ты такой, ты сякой, ты такой, ты сякой. Он ей говорит, да я ж тебе и то делал, и то делал. Она говорит, ты мне делал, ты мне еще это будешь сейчас притыкать, ты такой, и такой, а я тебе что не делал, и пошло, поехало конфликт. Или обратная ситуация. Жена ему говорит, послушай, ты такой молодец, ты мне и то делал, и то делал, спасибо тебе огромное, и то делал, и то делал, и это делал, и тогда делал. Я тебе так благодарен за все это, ты не представляешь. Но я хочу тебя одну вещь попросить, например. Вот еще одну вещь я хочу тебя попросить. И то же самое, за что она ему в претензии, и что вызывал конфликт, может наоборот быть получено ей вот так вот, после вступления. Я тебе благодарна, ты такой хороший человек, ты такой добрый. И в обратную сторону. Он пришел домой, и жене говорит, ты дорогая вообще, спасибо тебе, ты столько мне сделала, детей мне родила, ты все столько сделала, сколько ты готовила, убирала, стирала за это время, вообще тонны, годы. Я тебя прошу, пожалуйста, вот у меня вот этот сейчас беспорядок, он мне создает сумречное состояние души. Убери, пожалуйста, да, и скажи детям, чтобы они не шумели там, не... Совсем другой эффект, то же самое, но другой эффект. И вот он говорит со Всевышним, вот именно так и надо. Спасибо, 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 пожалуйста, дай мне. А не так, как, ой, да, мне неплохо, не додал, мне неплохо, мне додал, неплохо. Хорошо, теперь, поэтому он пишет. Каждый человек, у кого что-то не получается, даже в служении Всевышнему, пусть знает, такова твоя участь. Ты не можешь сказать Всевышнему, что ты со мной ведешь несправедливо. Это неправильно, это вызывает только негативный результат. Поэтому нужно сказать, спасибо тебе, я все принимаю, спасибо. Спасибо за то, что ты мне давал, вообще все было, и спасибо за то, что тут даешь, и там даешь, и здесь даешь. Ну, пожалуйста, вот эту детальку тоже мне додай. Вот у меня сейчас плечо болит, вот тут плечо болит очень сильно, чего-то нерв какой-то, да. Но я Всевышнему говорю, спасибо, правая рука не болит, правая часть головы не болит, нога не болит, то не болит. А сколько я марафонов бегал, полумарафонов. Все вообще, все отлично, слава богу, спасибо. Еще бы вот тут бы прошло, было бы вообще идеально. Да, все, это другой вопрос. И настроение другое, и отношение другое. Теперь, дальше он приводит пример, Раф Шаламаруш. Значит, однажды ко мне пришла больная женщина, и посоветоваться, попросить благословения. Я ей посоветовал так, сказал Раф Шаламаруш. По 10 минут в день говорить большое спасибо за все здоровые члены тела. Спасибо за то, что глаза видят, уши слышат, ноги ходят. 10 минут лишь благодарит за милость, которую оказал ей Создатель, а затем уже попросить о выздоровлении от болезни. Владыка мира, смилуйся надо мной, помоги мне. Мне не полагается ничего, но я прошу тебя исцелить меня по милости твоей. Вот так вот, да? Хорошо. Потому что, он говорит, ощущение недовольства – это ересь. Ересь – это такое слово, вообще, да, непонятно, откуда это слово – ересь. Я даже не понимаю на русском, откуда это слово – ересь. На иврите – это кфера. Кфера – это ликфор, это как отрицание, да, ересь – это отрицание. Человек как будто утверждает, что Всевышний не управляет миром правильно и справедливо, Боже упаси. Значит, вот он нам сегодня объяснил, объяснил нам сегодня он, Раф Шаламаруш, очень важную такую прямо, ну, ключевую деталь, да, что когда человек жалуется на что-то, он не улучшает себе ситуацию. То есть, я не знаю, естественным путем ему кажется, что да, он думает, меня пожалеют. Вот он думает, я сейчас, значит, пожалуюсь, и меня пожалеют. Или муж думает, я сейчас жену обвиню, а она скажет, да, 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 дорогой, я действительно плохая жена. Она вообще в жизни так не скажет. Вообще она так никогда не скажет, никогда не признает. Это, кстати, я читал, что женщины вообще не признают своих, когда на них вот так вот начинаешь их обвинять, они не признают. А как надо? А надо так, вспомнить все хорошее, и после этого попросить то, чего тебе не хватает, без обвинений, без каких-то там ярлыков и так далее Хорошо, значит с этим понятно, да, думаю, что понятно И теперь, значит, книга, которая называется Happiness, счастье Сегодня нам Раф Зелик Плистин, он нам дает такой вот очень хороший совет Называется глава The Amazing Power of Next Значит, невероятная сила слова Next Следующий Он говорит, до этого он нам говорил такую вещь, что человек не живет в реальности Вот он может фокусироваться, он все время фокусируется на каком-то маленьком фрагменте реальности И чаще всего, так как главный инстинкт, который управляет всеми системами в человеке, это инстинкт самосохранения То есть вся как бы по умолчанию, вся система материальная человека, она управляется инстинктом выживания, инстинктом самосохранения И если человек спит, например, то тогда только инстинкт самосохранения держит его, ну, что он не умирает, да Он дышит, там, когда надо перевернулся, когда холодно укрылся, когда жарко раскрылся Все как бы у него работает, почему? Потому что инстинкт выживания, он его держит Теперь мышлением по умолчанию тоже управляет инстинкт выживания Поэтому, когда человек не спит, а полуспит, как обычно в бодрствовании люди, такие они летают, да, такие То есть или ты занимаешься какой-то целью, тогда ты к ней стремишься Но если ты отпускаешь мозг, то, что называется дефолтный режим работы мозга Он начинает, как во сне, плавать, плавать, плавать И включается режим, как у животных во сне, какой режим включается? Настороженность, да, поиск опасности Вот кони спят стоя, например, там, да, или какие-нибудь лани, там, олени Вот человек тоже, он, если он во сне или в полусне, то главное, что управляет им, это поиск опасности Все, и мозг на автомате, он начинает искать, тут болит, ой-ой-ой Там потенциальная неприятность, тут погода плохая, там холодно, тут опасность в отношениях То есть мозг на режиме вот такого вот плавания свободного, да, дефолтный режим Он ищет опасности, ищет вот эти вот ложки и дегтя во всем, куда может добраться Теперь, значит, эмоциональное состояние – это следствие того, на чем ты сфокусировался И поэтому, если человек фокусируется на том, что ему не нравится, то ему будет плохо На том, что ему не хватает, ему будет плохо Теперь мы это вчера изучали как раз в этом совете, в предыдущем Но сегодня он нам дает следующий совет Огромная сила слова next Он говорит, смотри, мне часто задают вопрос А как я могу изменить фокус своего мозга, своего интеллекта? Как я могу сделать так, чтобы он искал, наоборот, позитивные пазлы? И он говорит, люди мне говорят, у меня есть привычка думать негативно Я очень много волнуюсь, и я все время думаю, что может быть плохого, что было плохого И мой брейн, мой интеллект, мозг, он все время фокусируется на чем-то, что не ведет меня к счастью Как я могу перестать думать о том, что меня приводит к негативным эмоциям? И он говорит, я им предложил вот такой вот инструмент в виде слова next То есть, когда ты осознаешь, что твой мозг залип на каком-то негативном пазле На каком-то негативном кадре из огромного фона Как в дештальтерапии есть фон и есть фигура И вот он залип на какой-то фигуре, на каком-то пазле негативном Скажи ему next И тогда слово это next переведет на другую picture, на другую картинку, идею, песню Какой-то аспект работы Ты можешь что-то визуализировать Ты можешь что-то... То есть, ты можешь словом next сдвинуть фокус внимания на следующий какой-то пазл На следующий какой-то аспект реальности И чем чаще ты будешь говорить это слово next и переключать свой мозг Тем больше он будет тебя слушаться В итоге он говорит, что ты можешь даже начать выбрать себе новую позицию Да, есть такие психологические системы разные Есть книга, например, называется... Называется эта книга... Не помню, сейчас вдруг вырвало... Выскочил мне, как она называется Мозг, по-моему, мозг инструкции по управлению Там он говорит, есть такая позиция режиссер Есть система, называется trap of happiness, ловушка счастья Он тоже предлагает разделить между автоматически работающим мозгом Который ассоциативно прыгает с мысли на мысль И с собой, как осознающим и управляющим И вот тут он тоже предлагает Он говорит, когда ты уже приучишься говорить это слово next и переключать Ты можешь начать со своим мозгом вообще разговаривать Ты можешь сказать ему, next, дорогой мозг, да? А он может на это не отвечать Тогда ты можешь попробовать более жестко или мягко с ним поговорить Хватит там... Он говорит, некоторый мозг, он привык к какому-то директивному такому подходу Ты можешь также спросить your brain, ты можешь спросить свой мозг Его персональные рекомендации, как его переключать Brain, как ты предпочитаешь, чтобы я разговаривал с тобой? Когда я говорю тебе слово next Ты хочешь, чтобы я жестко с тобой разговаривал или мягко? Значит, но в любом случае, чем чаще твой мозг будет реагировать на твое слово next И переключаться на другие аспекты реальности, тем лучше И чем больше ты тренируешь свой мозг, тем больше он будет тебе служить и помогать тебе Понятно, да? Очень это интересная методика Значит, как только вы зависли на каком-то негативном, да? Вот есть прекрасная такая система Это называется ICT ICT Это называется Акцепт Акцепшин, по-моему, или Акцепт, или Акцепшин Коммитмент Терапия Акцепшин Коммитмент Терапия Он говорит, акцепт это нужно принимать То есть нельзя стереть из мозга никакие мысли Если ты уже думаешь о чем-то, оно уже внутри И оно уже записано, это как пленки Он говорит, стереть ты не можешь Единственное, что ты можешь с этим рассыпиться и принять, сказать Да, я сейчас думаю, фантазирую о каком-то негативном Или вспоминаю какое-то негативное Да, я осознаю, что у меня сейчас идут вот эти мысли Это Акцепт, принять, не бороться, принять И ты наблюдаешь за ними со стороны Я думаю сейчас о том, как 10 лет назад меня кто-то обидел Или я сейчас думаю о том, как ужасно через год Я сейчас сочиняю фильм ужасов, как что плохого может быть через год Да, это как бы, это называется Акцепт Потом второе, он говорит, коммитмент Коммитмент это обязательство, да Он говорит, смотри, человек должен знать, что для него реально важно Если он выбрал быть благодарным Если он выбрал быть верующим, что все будет хорошо Это его выбор И это его коммитмент, да То есть он не просто, не просто он рассматривает это как идея Он говорит, я для себя определяю Мои ценности быть религиозным, здоровым, верующим, благодарным, веселым, счастливым Это мои ценности, это мой коммитмент И он говорит, когда ты отцепился от негатива Ты переключаешься на коммитмент И ты начинаешь действовать в соответствии со своими выборами и обязательствами Вот здесь как раз может помочь слово next Переключиться между тем, что ты акцепт Я принимаю, да, у меня есть эти мысли У меня, я там раньше не знал ни системы Равшаломаруша, ни Торы, ни Ицхака Ничего этого не знал И я просто смотрел, напитывал свой мозг фильмами ужасов С этими новостями, криминальными хрониками Я напитал свой мозг этими криминальными хрониками так, что у меня внутри прям конкретная фанатека такая, да Криминальная хроника, фильмы ужасов и так далее И теперь я довел себя до ситуации, что я все время проецирую, вспоминаю вот эти вот плохие сцены И проецирую их на свое будущее, как будто бы я знаю, что там будет Хотя, как говорил Марк Твен, большинство из тех вещей, которые я боялся в жизни, со мной не случились Вообще, то есть люди, которые годами боятся, что с ними что-то случится С ними годами ничего не случается А потом, когда они перестают бояться Оно случается совершенно неожиданно или что-то другое Поэтому все годы, что они боялись, было бессмысленно Вот, теперь Так, когда человек это осознал Но он же не может стереть, у него уже мозг-то он работает, как запрограммированная машина Поэтому он может только что сделать Он может отцепиться и переключиться Да, я осознаю, что у меня есть эти мысли Эти мысли не более чем набор слов, которые Набор слов раскадровок, кадров, которые когда-то были В какой-то момент, да, произошло какое-то событие Даже если это там посттравматический синдром В какой-то момент человеком происходит негативное событие Но потом это негативное событие влияет на всю его жизнь годами Это несправедливо Он говорит, да, было плохо Было, реально было плохо в тот момент Но сейчас же это уже не тот момент И вообще это не тот момент Люди после, были на войне, а сейчас они в мирной жизни Были там, не дай бог, что-то с ними произошло Авария, там еще что-то Но сейчас-то они не там А получается, они все время переставляют прошлое в будущее И вот здесь как раз момент То, что было, было И это вообще, то, что я сейчас наблюдаю Это же не то, что было Это просто работа моего мозга Оп, это работа моего мозга Next Я переключаюсь на благодарность Спасибо Всевышнему И тут у тебя раскадровка За то, что там все позитивные события в жизни Можно их сделать такими же яркими Спасибо за то, спасибо за это Спасибо за то, спасибо за это И сейчас, и пошел в настоящее Оп, спасибо за воду За водичку Спасибо за воду И ты прилепляешь свой фокус внимания К тому, за что ты благодарен То, что тебе нравится Спасибо Всевышнему Спасибо за Воикру Спасибо за то Спасибо за это Оп, смотрю Псалом 114 Вадим Рабинович Отлично Вот я сейчас прилеплю свой фокус внимания К этому псалму Послушай урок Торы Послушай еще урок Торы Посмотрю комедию какую-нибудь Да Лучше я буду думать о комедии Чем о трагедии Да, была трагедия Там, 7 октября Да, идет война в России В Россию Да, все это есть Но вы не там Вы же не на войне Вы не на фронте Вы не в военных действиях Вы не сегодня не 7 октября уже А какое 11 января То есть Жизнь продолжается И Где твой фокус внимания Выбираешь ты Если ты себя поймал на том Что он не там Где ты хотел бы быть Слово next Помогает перевести на другой На другой пазл Все, дорогие друзья Всем спасибо Удачи Успехов Благополучия Чтобы В заслугу нашей благодарности Человек благодарный Подобное притягивает подобное Когда ты благодарный Тогда ты Всевышнему говоришь Спасибо Ты столько мне даешь Ты просто Спасибо тебе Пожалуйста Еще чуть-чуть Чуть-чуть Или ты мне ничего не даешь Мне плохо-неплохо А это не честно Он же дает Мы же живы Все Все Спасибо вам за то Что приходите на уроки Поддерживаете ВАИКРУ Делитесь этими уроками Все Наша цель Сделать миллион Счастливых людей Минимум Чтобы весь мир стал верующими Благодарными Всевышнему И чтобы Всевышний В заслугу этого Дал каждому из нас Внутри счастья И благополучия И шалом Чтобы был шалом Вокруг каждого из нас В отношениях С близкими И чтобы В заслугу этого Шалом распространился Дальше на весь мир Все Удачи Успехов Счастливо До завтра Ходы штов Хорошего месяца Благополучия 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 Благополучия